Как Джеффри уже говорил, в Web of Science это старейший в мире базы данных научного цитирования, которая была основана выдающимся американским ученым Гарфордом. Гарфорд по образованию был химик, но впоследствии профессионально стал заниматься информационными ресурсами и защитил кандидатскую диссертацию уже по прикладной филологии. Так что Гарфорд с одной стороны был ученым-естественником, с другой стороны стал гуманитарием и информационным специалистом по информационным ресурсам. База данных уже свыше 50 лет, и все эти годы мы развивали те принципы, придерживались тех принципов, на которых база данных была основана. И ключевым принципом Web of Science с самого начала была жесткая избирательность при отборе содержания для базы данных. Дело в том, что когда Гарфорд создал идею, выступил с концепцией создания универсальной базы данных научного цитирования, он основывался на имеющихся в это время работах по наукаминам. В частности, на работах выдающегося британского ученого, математика и философа Сэмюла Брэдфорд. Брэдфорд был коллегой многих в этом зале, он был библиотекарем, директором библиотеки британского музея. Брэдфорд в 30-е годы анализировал содержание научных журналов и установил, что большая часть релевантных научных статей для какой-то научной области публикуется в относительно небольшом круге научных журналов. Впоследствии были исследования по цитируемости научных журналов, и они показали практически такую же картину, что у нас в каждой области есть относительно небольшое количество журналов, мы обычно называем эти журналы ядром своего опубликационного поля, которые притягивают на себя подавляющий процент цитируемости, обычно где-то 10-20 процентов журналов научной области притягивают в себе от 70 до 90 процентов всего цитирования в этой области. Это эмпирическая закономерность, которая стала известна как закон Брэдфорда. И когда Гаррад стал создавать Science Citation Index, прообраз Science, то он поставил себе задачу идентифицировать и включить в базу данных именно информацию об этих ключевых или ядерных научных журналах. Дело в том, что я думаю, мы часто не всегда представляем себе, каков процент научных исследований, которые остаются вообще не постребованы. Могу сказать, что даже World Science, который включает в себя не более сильные, отобранные журналы из ведущих научных стран мира, около 40 процентов статей не цитируются никогда. То есть эти исследования вообще не имеют эти востребованные. Процент востребованной науки на самом деле не очень велик. И с самого начала задачи World Science являлось именно определение, идентификация вот этих востребованных научных журналов. И это, собственно, задача, которая остается до сегодняшнего дня. Каким образом у нас проходит отбор? Значит, когда-то, в 64-м году, когда вышло в свет первое издание World Science, журналов было около 600. Кстати, могу сказать, что в это число 600 журналов входило нескольких ведущих научных журналов из нашего региона, из бывшего Советского Союза. Так что база с самого начала рассматривалась как база глобальная, международная. Сегодня количество этих журналов у нас в ключевой коллекции выросло уже почти до 22 тысяч. Так что отбор, естественно, является сложным процессом. И, как я говорил, в нем, наверное, это как бы ключевое, что нужно знать про World Science, это прежде всего про процесс отбора журналов. Отбор журналов производится нашей центральной инвестиционной коллегии, которая находится в Телорезии. Почему? Потому что мы там когда-то Гарфорд создал Институт Научной Информации. Могу сказать, что мы, как представители региональных команд, непосредственно в процессе отбора журналов участия не принимаем. Мы знаем критерии, мы не стараемся помогать научным журналам пройти отбор, но сами решения принимаются исключительно центральной инвестиционной коллегии в Филадельфии. И это, кстати, одно из ключевых отличий отбора контента для World Science от других подставок, в том числе для от СОПСа. Потому что финанские эти решения принимаются только независимыми редакторами, в которых, кстати, есть ограничения. Они не могут заниматься какой-либо другой деятельностью, они, в частности, не могут быть действующими директорами журналов, они не могут доказывать платные консультационные услуги о том, как попасть в Art of Science, поскольку, на наш взгляд, это являлось бы очевидным конфликтом интересов. Еще раз, есть база данных и другие провайдеры, где вот эти вот функции, так скажем, часто совмещаются. У нас подобное совмещение не запрещено. Люди, которые занимаются отбором контента, не могут заниматься какой-либо другой деятельностью. Даже многие команды не могут. Когда-то Гарфорд основал Science Citation Index, куда входило 600 научных журналов, впоследствии Science Citation Index вырос в огромную инвазу данных Web of Science и Куракология, кричевую коллекцию. Часто, когда мы говорим Web of Science, мы имеем в виду именно кричевую коллекцию, Web of Science и Куракология. Но нужно понимать, что сейчас, так скажем, информационная Вселенная Web of Science гораздо шире. И я сейчас хочу немножко остановиться на архитектуре этой информационной Вселенной. Она изображена на этом слайде. Что мы здесь видим? Фактически, мы видим здесь два уровня информационных ресурсов. В центре этого круга, вот здесь, синий круг, это, собственно, ключевая коллекция Web of Science. Она и есть наследница Science Citation Index Гарфорда. Эта база универсальная. И это база данных многометрическая. Она является полным стопроцентным индексом затягиваемости. То есть, если какая-то публикация включена в Core Collection, в ключевую базу данных, это значит, что в Core Collection будет полностью отражена о всей затягиваемости этой публикации. Есть другие базы данных, которые фактически смешивают функции реферативной базы данных, то есть реферативного источника информации, и база данных многометрических. Вот Web of Science. Core Collection является полностью наукометрической базой данных. Не есть информация по цитируемости, не есть вся информация по местам работы авторов, то есть и аффилиации. Поэтому на основе информации в Web of Science Core Collection производятся различные многометрические индексы, расшириваются и бак-факторы научных журналов. Эта информация используется для рейтингов университетов и научных организаций и так далее. Что есть еще на платформе помимо ключевой коллекции, помимо Core Collection? Прежде всего, есть несколько тематических баз данных. Это, прежде всего, база данных по биологии. Присутствующим здесь биологам они, наверное, известны. Это база данных BIOSIS, это индекс научного цитирования в области наук о жизни. The logical record, соответственно, по зоологии. Дальше есть две очень важные специализированные базы данных, об одной из которых Джеффри только что говорил. Это Data Citation Index. Это действительно уникальная база данных. Насколько мы знаем, она на сегодняшний день является единственным в мире подобным инструментом. Это база данных по цитированию самих данных. У нас в науке сегодня очень часто результатом научного исследования является не статья или патент, а, собственно, массив научных данных. И вот эти массивы научных данных до недавнего времени фактически были исключены из наукометрического оборота. Вот для того, чтобы их наукометрический оборот включить несколько лет назад, мы создали специальную базу данных Data Citation Index. Это индекс цитирования непосредственно самих данных. И здесь содержится информация из ведущих депозитариев научной информации мира. Собственно, депозитариев Украины, которые сейчас создаются, также могут быть здесь, в этой базе данных, реинфиксированы. Еще одна специализированная база данных, Dermit Innovation Index, это реферативная база данных патентной информации. Здесь содержится информация о приблизительно 70 миллионах патентов и из основных патентных инфраструкций мира. Давайте я пока продолжу рассказывать словами. И, наконец, последний класс баз данных, размещенных на платформе Web of Science западенной ключевой коллекции, это региональные индексы научной информации. Дело в том, что в ключевой базе данных у нас отражены, прежде всего, журналы, публикующиеся на английском языке. Часто спрашивают, является ли английский язык обязательным условием для попадания журнала в Web of Science? Ответ «Нет» не является. В Web of Science нет обязательного требования по языку научного журнала, но есть обязательное требование по импакту, то есть по темой действий научного журнала. То есть журнал, влиятельность научного журнала, о, картинка вернулась, влиятельность научного журнала должна выходить за пределы организации и желательно за пределы страны, где научный журнал издается. Поскольку в современном мире языком международной коммуникации является английский, то, естественно, у журналов, которые издаются на английском языке, гораздо больше возможностей для того, чтобы такой глобальный охват иметь. Поэтому, конечно, подавляющее большинство, около 80% всех журналов Quark Collection, это журналы, которые издаются на английском языке. Но в мире есть другие очень важные региональные языки. Поэтому, начиная с конца 2000-х годов, мы стали создавать региональные индексы научного цитирования. Первым из них был Chinese Science Citation Index, куда входит информация о публикациях, прежде всего, на китайском языке. Он создается совместно с Академией наук Китая. Дальше был индекс корейских научных журналов, индекс Сиела по журналам, исходное по журналам стран Латинской Америки. Потом он стал фактически базой данных научных публикаций на испанском и португальском языках. В конце 2015 года был запущен Russian Science Citation Index, где индексируются наиболее сильные научные журналы, издаваемые на русском языке. Он делается на базе базы данных РИНС, которая, наверное, большинству известна. И, наконец, сейчас мы разрабатываем арабский индекс научного цитирования, который будет базироваться в Каире. Он делается совместно с Egypt Knowledge Bank и будет покрывать ведущие научные журналы на авторах. Ну, и, возможно, этот список будет продолжен. Хотя нужно понимать, что создание таких региональных индексов – это огромный труд и огромные инвестиции. Это очень и очень непросто. Так что, фактически, у нас на платформе присутствует, я бы сказал, определенная экосистема научной информации. Здесь есть специализированные источники научной информации, есть региональные источники научной информации и, наконец, есть ведущие международные журналы, а также избранные конференции и фонографии, которые отобраны для ключевой базы. Нужно понимать, что наукометрические показатели, например, факторы научных журналов, делаются исключительно по ядру базы данных. Вот еще одна вещь. Наши базы данных Scopus, как раз к ответу на Ваши вопросы, о чем говорил Джеффри, исходно, когда создавался Scopus, вот есть специализированные базы данных, например, база данных. Вот она полностью была просто в Scopus включена. Мы этого не делаем. У нас есть ключевая база Core Colluction, наукометрическая база данных, где все данные мы обрабатываем самостоятельно и мы отвечаем за качество этих данных и за то, что эти данные могут быть использованы для аналитического анализа. Кроме этого, мы, как говорится, справочно еще на платформе вне ключевой коллекции размещаем базу данных MetLife. Это прекрасный информационный источник, он используется медиками по всему миру, но эта база данных исходно просто реферативная база данных. Там, ну, существенные куски информации, необходимые для аналитического базы данных, там отсутствуют. Ну, например, до недавнего времени там индексировался, или указывался аффилиация только у первого автора статьи. Для того, чтобы получить информацию, допустим, о каком-то лечении заболевания, это достаточно, там аффилиации всех авторов нужны, а вот для того, чтобы потом составить рейтинг научных организаций, подобной информации не будет. Теперь посмотрим внутрь вот этого вот большого голубого, вернее, синего ядра с предыдущего слайда. Что у нас есть внутри ключевой базы данных? Внутри ключевой базы данных сейчас тоже выделено два разных уровня. Значит, как бы ядро ядра составляют, как мы говорим, старшие индексы Web of Science, или на английском их часто называют GOS3, как бы три внутренних индекса. Это база данных, это внутренние, как бы, код базы данных, которые включают в себя ведущие наиболее сильные научные журналы уже в рамках самого ядра. Значит, здесь есть три указателя по научным журналам. Science Citation Index Expanded – это ведущие журналы по естественным наукам и технологии. Social Science Citation Index – это, соответственно, общественные науки. И Arts and Humanities Citation Index – это журналы по гуманитарным властям и искусствам. У журналов, которые входят вот в эти два указателя, имеется показатель Impact Factor. Вот Impact Factor и Web of Science есть только у журналов, которые входят вот в эти два указателя. Что еще есть в ключевой коллекции, помимо вот этих вот ключевых указателей. Здесь еще есть ведущие монографии, материалы научной конференции и еще один указатель или внутренняя база данных – научный журнал, который называется Emerging Sources Citation Index – как бы новые возникающие источники научной информации. Журналы, которые входят в Emerging Sources Citation Index, входят в базу Core Collection, но не имеют показателей Impact Factor. Вот это вот принципиальная разница между журналами, которые входят в ESCI и журналами, которые входят в старые индексы. То, что у журналов ESCI, даже по естественным наукам, Impact Factor будет отсутствовать. Сейчас я перейду непосредственно к процессу опора журналов, и вы увидите, что на сегодняшний день ESCI является как бы первым уровнем, на который попадают журналы, которые принимаются в Core Collection. То есть журналы вначале попадают в ESCI, дальше в зависимости от их успешности, в зависимости от того, какие показатели они достигают, они могут перейти уже в старшие индексы. Вот такая, может быть, немножко сложность сразу для чтения слайд, как выглядит процесс отбора научных журналов сегодня. Вот у нас большим кругом обозначена вся ключевая база данных, Core Collection. Значит, журналы проходят оценку, дальше они попадают в базу данные Emerging Sources. Дальше, если журнал оказывается успешным, прежде всего успешность измеряется цитированием, если журнал получает хорошие показатели цитирования, он может быть переведен в старшие индексы, и в этом случае журналу будет присвоен показателям импакт-фактора. За исключением гуманитарных журналов. Кстати, сразу могу сказать, что вполне возможно, что у гуманитарных журналов импакт-фактора тоже могут появиться, этот вопрос обсуждается. Но пока что импакт-фактор у гуманитарных журналов импакт-фактор. Так что, если журнал успешен, он попадает в старшие индексы, если журнал в Emerging Sources не успешен, в особенности, если он проявляет какие-то признаки неэтического издательского поведения, ну, скажем, немножко грубее, начинает торговать местом Web of Science, да, начинает без лицензирования качественно принимать какие-то статьи, то в этом случае он будет из базы данных исключен. Вот как бы дорога на выход. Нужно понимать, что Web of Science принимается сейчас достаточно много журналов. Сейчас, на самом деле, база данных довольно активно расширяется. Последние годы каждый год несколько сот журналов принималось, но несколько десятков, а иногда и больше, каждый год из базы данных уходит. Так что в задачи предколлегии входит не только прием журналов, но и постоянный мониторинг и их исключение. Как происходит оценка журналов? Этот процесс, кстати, у нас немножко изменится, как раз буквально вот в этом году. Еще один такой немножко сложный для чтения слайд. Хочу спросить всем, он вам видит котяна в общих чертах? В общих чертах, да. В общих чертах, хорошо. Тогда постараюсь его объяснить словами. К сожалению, его вот очень сложно, если это разделить на отдельные кусочки, вот, поэтому я просто некоторые кусочки здесь буду проговаривать. Значит, когда журнал попадает в редакционную коллегию, и сразу могу сказать, что инициатива всегда должна исходить от самого журнала. То есть первым шагом, это даже не на слайде, это не поднимается, журнал должен подать заявку на отбор веб-ов-сайт. Кстати, проблемами есть многие достаточно хорошие, известные научные журналы, которые просто никогда такой заявки не подавали. Несколько раз, как я не сталкиваться с ситуацией, нас спрашивают, почему такого-то журнала нет в базе данных, почему-то не, почему им отказали. Начинаем выяснять, оказывается, никто не отказывал. Они даже никогда не подавали заявку на оценку журнала. Значит, после того, как заявка поступает в редакционную коллегию, проходит этап предварительного отбора. Что смотрят на этапе предварительного отбора? Прежде всего, насколько журнал раскрывает информацию о себе. Естественно, в журнале должна быть информация о самом журнале, о его редакторской коллегии, о главном редакторе. Должна быть информация о месте работы членов редакторской коллегии. То есть журнал должен быть прозрачным. Во-вторых, в журнале на сегодняшний день должны присутствовать описания процедур для авторов, прежде всего, процедуры внешнего реализирования статьи, то есть процедуры первой. Вот фактически, для наших редакторов этот момент, могу сказать, является отключением, насколько в журнале действительно действительно, насколько в журнале действительно имеет место внешние реализированные публикации. То есть процесс peer review. И кроме этого, на сегодняшний день в журнале должны присутствовать statements, то есть как бы утверждения о том, что журнал следует этическим принципам. Есть международная ассоциация редакторов научных журналов, есть называемая лимбская декларация. Журналы должны следовать тем принципам, которые там изложены при работе с авторами. А после этого, если журнал не проходит вот эти вот базовые технические критерии, то дальше оценка не производится, редактор просто ставит об этом известность. Вот это, кстати, новость, потому что раньше журналы проходили полностью всю процедуру оценки. Она занимала долго, в среднем минимум год, а потом журналу отказывали, иногда отказывали по содержательным причинам, а иногда просто потому, что, скажем, какая-то информация отсутствовала. Вот сейчас процесс уже строится иначе, то есть сейчас, если какие-то вот технические аспекты журнале отсутствуют, то будет быстрый отказ, но при этом, если журнал ошибки исправит, он снова может подать заявку. Раньше нужно было ждать два года. То есть вот на этой стадии сейчас два года ждать не будет. Дальше уже идет оценка журнала по качественным критериям. Что здесь оценивается? Здесь есть качественные, я сейчас немножко обобщу, вы видите, критериев довольно много, всего 24. Здесь есть качественная оценка содержания собственного научного журнала с дикторами, и есть более глубокая оценка технических аспектов научного журнала. Например, для нас принципиально является наличие в журнале точной библиографической информации, причем библиографической информации на английском языке. Естественно, что журналы издаваемые в разных странах мира, цитируют источники на самых разных языках, там могут цитируют источники на китайском языке, на турецком, на славянских языках, с кириллической графикой, которые автоматически никак бы переводятся на английский язык. Вот все ссылки должны быть обязательно записаны на латинице. Переведены либо транслитерированы. На самом деле лучше всего если транслитерированы, потому что транслитерация является более однообразной. Почему это важно? Иногда приходится слышать, что как бы придираются наши литера к научным журналам. Дело в том, что эти ссылки это чья-то цитируемость. Если журнал не точно и полно дает библиографическую информацию, это значит, что кто-то потеряет цитируемость. На уровне автора, на уровне организации и на уровне журнала. Поэтому вот на этот момент нужно журналу обращать особое внимание. Естественно, в журнале должна быть полная информация о местах работы авторов, то есть добавить аффилиации. Еще раз, потому что база данных многометрическая, она используется не только для поиска информации, но и для создания различных показателей, в том числе новыми организаций. Поэтому принципиально важно, чтобы аффилиации были. Кстати, нет ограничений, сколько их должно быть. Мы понимаем, что современная наука чрезвычайно мобильна, успешные ученые мобильны, очень часто они работают в более чем в одной стране. Мы как раз призываем все аффилиации авторов отражать. Никаких ограничений здесь нет. Важно наличие информации о финансировании научных исследований. Кстати, не все это знают, но Web of Science индексирует информацию о финансирующих организациях, и в Web of Science можно делать очень интересную аналитику о том, кто финансирует те или иные научные исследования. Вы, например, можете посмотреть, кто в мире финансирует научные исследования по вашей научной тематике. Поэтому необходимо, чтобы эта информация в журнале была. Кроме этого, оценивается структура редакционной коллегии. Она должна быть достаточно широка и репрезентативна. Мы иногда сталкиваемся с феноменом так называемых, так вежливо их назовут, домашних научных журналов. Иногда их называют карманными научными журналами. Когда есть какая-то организация, допустим, исследовательский институт, мы видим, что директор является главным редактором, руководство входит все в редакторскую коллегию, и печатаются в основном свои же научные сотрудники и аспираты. Вот в таком журнале, таким журналам обычно отказывают. И почему им отказывают? Нужно понять причины. Это может быть очень хорошая института, там могут быть хорошие статьи в этом журнале, но в таком журнале не может быть эффективного механизма межкоррегизирования. То есть там нет конкурентного отбора статьи. И поэтому таким журналам при отборе, как правило, отказывают. Еще один важный фактор, за которым стоит следить, это самоцитирование научных журналов. Некоторые редакторы, стремясь улучшить свои показатели, призывают авторов, просят процитировать, пожалуйста, другие статьи в моем журнале. В Web of Science, если вы посмотрите, я надеюсь, что вы это все увидите, есть информация по общему цитированию статей журналов и авторов, а есть информация о цитировании в завычном самоцитировании. Если самоцитирование журнала высокое, это значит, к сожалению, либо журнал накручивает показатели, либо кроме своих авторов он никому особо больше не интересен. Вот такие журналы отбор не проходят. Если вот эта вот основная масса критериев удовлетворена, то в этом случае журнал попадает в Emerging Sources Citation Index. То есть вот первую, как бы, первую полную, да, первую начальную базу данных уже внутри ключевой коллекции. Что происходит дальше? Как вы видели на предыдущем слайде. Дальше журналы, которые попадают сюда, проходят мониторинг. Они могут быть либо исключены, либо они могут быть переведены в старшие индексы. На чем основывается перевод в старшие индексы? Он основывается прежде всего на анализе цитируемости. Вы видите, что здесь есть небольшая группа критерий, всего четыре критерия, под общим названием Impact Precuring. То есть, Impact можно перевести как критерий воздействия журнала. Поскольку с помощью цитируемости мы измеряем как раз, насколько велико воздействие данного журнала в целом на научное сообщество. Соответственно, если у журнала Impact, то есть его воздействие велико, цитируемость высока, и это цитируемость международная, это еще одно очень важное требование. Потому что редакторы смотрят не только на то, как журнал цитируется в абсолютных количествах, но и кто его цитирует. Если журнал получает активное цитируемость из разных стран мира, значит, он уже набрал достаточный международный авторитет, и в этом случае он будет переведен, как мы говорим, в старшие индексы. В английском обычно используют театр фланшер, как бы, ну, наверное, больше всего перевести как старшие индексы. Иногда мы считаем старую часть World of Science, и в этом случае журналом будет присвоить показатели фактора, за исключением чисто гуманитарного журнала. Вот такова система отбора, на основе которых построена на сегодняшний день вот эта вот. Уже не база данных, на самом деле это большое упрощение, когда мы говорим о World of Science, просто как база данных. На самом деле я бы на сегодняшний день назвал это исследовательской информационной инкосистентой, в которой у журналов разного уровня может быть разное место. И это, собственно, то, к чему мы стремимся. К тому, чтобы дать нашим пользователям систему, которая позволяла бы, с одной стороны, отбирать лучший в мире научный контент, а с другой стороны, этот контент дифференцировать. То есть, показывать сразу, на каком уровне находятся те или иные источники научной информации. И, с другой стороны, не создавать определенную лестницу возможностей для научных журналов. Потому что вначале журнал может попасть в какую-то истематический баз данных, или региональную базу данных. Впоследствии он может пройти отбор, попасть в core collection в emerging sources integration index. И уже потом, если он показывает выдающиеся показатели, то он получает инфакт-фактор и входит в старший индекс. Подробно я сейчас об индексах уже рассказывать не буду. Но, постараясь мне занимать сейчас много времени, хотелось бы коротко сказать о украинских журналах, которые в сегодняшний день входят в core collection. На сегодняшний день 15 научных журналов Украины входят во flagship, то есть в старшие индексы и имеют показатели импакт-фактора на 2017 год. Кроме этого, еще 34 научных журналов. 62. А, уже 62. Я пользуюсь показателями прошлого года. На самом деле, Ирина знает лучше, поскольку Ирина проводит постоянный мониторинг этих журналов. Хорошо, пожалуйста, тогда не фотографируйте цифры, просто скажем, что несколько десятков журналов входит в emerging sources citation index. Большая часть журналов из этих данных, которые входят в ключевую базу данных, имеют импакт-факторы, находятся там уже давно, а новые журналы, которые попали в emerging sources, были включены туда в последние три года. Таким образом, мы видим, что за последние три года представительства украинской науки Web of Science в целом повысилось приблизительно в четыре раза. То есть мы видим очень существенный рост информационной представленности в Украине в целом в мировом научном пространстве. И опять же будем надеяться, что многие из этих журналов, те журналы, которые отобраны для emerging sources, многие из них получат большое международное признание, окажут существенное воздействие на развитие науки в своих областях и войдут уже в число избранных журналов, которые импакт-факторы. Это возможно. Вообще хотелось бы сказать, что у нас иногда есть некое противопоставление журналов, как бы национальных, которые публикуются внутри страны Европы, научных журналов международных. Обычно, когда мы говорим о международных журналах, мы представляем, что это журналы, которые публикуются где-то еще. В Америке, в странах Западной Европы, может быть, в Японии, где-то, как говорится, не у нас. Но на самом деле вполне возможна публикация международных научных журналов. То есть домашний журнал может быть международным. И, собственно, выдающиеся журналы такими и являются. Я в качестве примера хочу показать журнал о физике конденсированных состояний, который издается во Львове. Вот мы видим здесь украинский научный журнал, который имеет импакт-фактор. И очень хорошо, что в национальную подписку Украины вошел Journal Citation Report. Поэтому с помощью Journal Citation Report вы можете не просто увидеть численный показатель импакт-фактора, а вы можете увидеть очень подробную информацию о журнале, вы можете увидеть распределение статей в этом журнале по странам их издания, вернее, по странам, откуда они пришли, вы можете увидеть распределение цитирования, вы можете увидеть, откуда пришло цитирование этого научного журнала. Вот в данном случае мы видим, что журнал по физике и конденсированных состояний, издающийся в Альбове, имеет достаточно высокое значение импакт-фактора. Кстати, в Journal Citation Reports мы можем не просто посмотреть на абсолютное значение, мы можем понять, как оно было рассчитано, потому что тут содержится вся информация, на основе которой импакт-фактор журнала был рассчитан. И кроме этого, мы можем посмотреть на распределение авторов журнала. Мы видим, естественно, большую часть, естественно, из Украины, но мы видим, что тут представлены многие страны мира. Мы видим тут Соединенные Штаты, Франция, Большая, Мексика, Китай. То есть мы видим, что это по-настоящему международный журнал. И точно так же мы можем проанализировать, здесь очень интересные диаграммы, с помощью которых мы можем посмотреть на входящие потоки цитирования в данный журнал. То есть мы видим, откуда пришло цитирование. И мы видим, что у этого журнала, журнал цитируют, журнал цитируют ведущие физические и научные журналы мира, и журналы изма авторитетных. Ну и последнее, наверное, что я хотел отметить, хотел показать здесь два слайда, которые показывают распределение публикаций украинских ученых в Web of Science за последние четыре года, начиная с 2015 года, на их дисциплинарное распределение. Вот если мы посмотрим на публикации украинских ученых в старших индексах, в старой части Web of Science, то мы увидим, что здесь у нас число лидеров дисциплинарных входит материаловедение, физика, химия и математика. Ну, наверное, здесь нет секретов, это достаточно очевидно, это большая фундаментальная наука, которая еще осталась в советской периоде, где всегда был реалитет во многих отраслях у ученых из нашего региона. И мы видим, что большая часть статей относится как раз к этим областям. И большая часть журналов, которые входят сюда, имеют бак-факторы, соответственно, относятся к этим научным областям. Ну, давайте теперь посмотрим на распределение статей в Emerging Sources Citation. Вот это тоже статьи украинских ученых, соответственно, опубликованные в Emerging Sources за последние 4 года. Мы видим, что здесь наиболее представленными для этой статьи в области образования экономика, физика, ну, снова физики, в Украине очень сильные физики, поэтому и в Emerging Sources снова появляются медические журналы, медицина, что, на мой взгляд, очень важно, гуманитарные науки, история, бизнес и финансы. То есть таким образом создание Emerging Sources, фактически сильные научные журналы в любой области получают шанс войти в Web of Science. Если раньше действительно, можно сказать, что в Web of Science были представлены, прежде всего, журналы по фундаментальным естественным наукам, то сейчас, как вы видите, представлены практически все основные тематики и представлены как естественные науки, так и науки общественной и гуманитарной. Ну и последнее, очень коротко о роли и необходимости жесткого отбора, он прежде всего помогает решить две проблемы. Первая проблема – это навигация в мире информационного взрыва, да, мы живем в постоянно расширяющейся вселенной научной информации, большую часть объема этой информации охватить просто невозможно, поэтому мы должны использовать информационный инструментарий для навигации по ней. Ну и последнее – это борьба с так называемыми хищническими журналами. Проблема, которая сопутствует развитию журналов отбитого доступа. Многие журналы, к сожалению, не соответствуют стандартам качества. Многие журналы пытаются имитировать качественные журналы, в том числе журналы Web of Science, поэтому теперь, когда у вас и у ваших коллег есть доступ к базе данных, вы всегда тот или иной журнал можете проверить, узнать, действительно ли он входит в Web of Science или не входит, есть у него показатели, подобные показатели факторов или нет. А для качественных журналов, как мы видим, есть механизм отбора, который позволит этим журналам Web of Science выйти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!